Это фрагмент эфира радиоэкспресс «Орел», пойманного радиолюбителем из Нидерландов. За возможность послушать звуки российской радиостанции голландец должен быть благодарен природным аномалиям, уверяет орловский связист Василий Куркин. Бывает такое понятие метеоритные дожди. Это в ионосфере, такие следы. И за счет этого радиоволна распространяется многократно, гибая земной шаг. Радиолюбители этим очень часто пользуются, они устанавливают сверхдальние связи. Экспресс-радио «Орел» вещает на УКВ. Это высокочастотные волны, длина которых менее 10 метров. Распространяются они прямолинейно и, как правило, не отражаются ионосферой. Так что обычно радиус разбега таких волн не превышает 80 километров. Так что вещание в Голландии – это чудо. На FM-диапазоне без какой-то ретрансляции искусственной, либо специальной ретрансляции сигнала, передача на таких расстояниях невозможна. Экспресс-радио «Орел», которую услышали в Нидерландах, – старейшая областная радиостанция с собственным вещанием. В приемниках «Орловчан» ее эфиры звучат более 20 лет. За эти годы станция обрела солидную аудиторию. В области не только один передатчик работает в «Орле», работает еще в Ливнах. Недавно мы улучшили вещание в Амцинске, в Болхове. Вот есть заявка из Муарханинска. Сотрудников же «Радиоэкспресс» появление заграничных слушателей не удивило. Но желание работать еще качественней появилось, признается Елена Старновская. Помниться, лет 15 назад уже было такое, нас слушали в Африке где-то, тоже буря эмоций была. Так что ничего неожиданного, я думаю, что все нормально.